Вышел посмертный клип от Децла. Жиган рассказал о фите с зарубежным рэпером. Гнойный на постановочном баттле унизил Эдварда Билла. Русскоговорящий режиссер из Казахстана снимает клип с 21 Savage и J. Cole. Конфликт между организаторами слова СПБ. А также традиционный мини-дайджест новостей, вышедших за прошедшую неделю. С вами Семен и проект Рэп Ньюз. Мы начинаем. Последний наш выпуск был посвящен Кириллу Толматскому, который ушел из жизни 3 февраля в возрасте 35 лет. И сейчас хотелось бы рассказать о его новой работе, вышедшей 6 февраля на композицию «Инферно». Ранее ее уже можно было услышать на инструментальном альбоме Кирилла 2017 года. В видео нам показывают людей, которые оставляют закладки по всему городу. И это совсем не то, о чем многие могли бы подумать. Досмотрев до конца, все встает на свои места. В одном из своих интервью Децл говорил о том, что хочет снова заняться продажей качественного чая и оставлять закладки по городу, запустив, так сказать, квест. Сразу в опровержении тем, кто думает, что кто-то пытается нажиться на творчестве Кирилла, выпуская неизданный материал. Спешим таких расстроить. Кирилл и сам планировал выпустить видео в этот день, что и подтверждает его тизер, вышедший 29 января. Гнойный посетил шоу Амирана Сардарова, создателя канала «Дневник Хача». В нем Слава отвечал на различные провокационные вопросы, и при этом без иронии и серьезно, что довольно-таки редкость. Многих мучает вопрос, сколько же стоило участие Славы в этом шоу. За организаторов мы вряд ли ответим, а вот рекламу букмекерской конторы на кофте Славы можно адекватно оценить в 1 миллион рублей. Как всегда, ничего нового, рэп – это бизнес. Ничего личного даже на примере с Джараховым. Украсть на доверии, когда человек тебе доверяет, это самое хуевое. И вот поэтому Эльдар Джарахов, типа, хуесос. Потому что он на доверии именно кинул меня. А что он у тебя украл? Он украл у меня идею, идею клипа, то есть интеграции. Слава КПСС, не стесняясь, повидал истории и про Оби-Ван Коноби. Он однажды насрал в подъезде у Виктора СД. Когда у него был биф с Виктором СД, он пришел в подъезд к Виктору СД и насрал у него в подъезде. Зачем? Да я и знаю, нахуя он насрал в подъезде Виктора СД. Изюминкой же выпуска стал дисфристайл на Эдварда Билла. Ребят, ты жалкий бидор, посмотри-ка на себя. Чида, чида, долбоебовы в глаза смотрят прямо в зал. Это просто жалкий петушок. Разложу его быстрее, чем джигана рэпер-шо. Во время выступления Эдвард был самоуверен, чем и поплатился. Но элемент шоу, безусловно, удался. Да, я не силен в реп-музыке, ты это знаешь, парень. Если бы мы сейчас вышли с тобой на улицу, ты был бы в... Бля, не могу. Все, я не могу. Таких попыток было несколько. К сожалению или к счастью, нормально он так и не зачитал. В отличие от того же Гнойного, которого было просто не остановить. Говорит, мне это очень сложно, но для меня ты просто сраный сабожник без сапог. Ведь ты не смог сделать шоу в шоумен. У тебя во рту мой член шоумен. Организаторам слова СПБ спокойно не живется. В русском рэпе очередной биф и на этот раз очень странный и запутанный. Вкратце в питерском филиале было два организатора. Это Ченни и Берсерк. И тут второй решил сходить на стрим к создателю батл-площадки РБЛ Забе. Берсерк утверждает, что его кинули на деньги и отобрали все права на проект. Он мне не додал, даже если смотреть по 10%. Ну где-то около трех, наверное. Миллионов? Да, не додал. Только около трех миллионов. Он мне сказал, говорит, а я что, тебя всю жизнь должен кормить? И естественно, что после полуторачасового разгрома Ченни, многие встали на сторону Берсерка. Однако Денис долго молчать не стал и в свою защиту через несколько дней выдвинул свои доводы и аргументы. Тут пишут, подожди, тут пишут, короче, Ченни отдай Берсерку три лимона. Какие три лимона? Цифра взялась с потолка. Откуда вообще рассчитано? Я уже, короче, угорал с ребятами, типа, что даже если, даже если бы мы пообещали 10%, а мы этого не обещали, даже если бы мы пообещали с оборота, да, не с чистой прибыли даже, а с оборота, с 12 миллионов... Ну, с оборота 10% это куча реалов, бля. 10% это куча реалов, бля. Если вы не знаете, как провести три часа своего свободного времени, то ссылку на эти стримы мы оставим в описании под этим роликом, дабы вы могли полномасштабно разобраться в этой ситуации и принять чью-либо сторону. А мы лишь дополним это еще одной важной новостью, что Ченни и Гнойные должны вскоре встретиться и обсудить запуск нового сезона «Слово СПБ». Вернули я капельный формат, мы тут со Славой встречаемся, короче, в ближайшую неделю-две. И будем вот это обсуждать. Русские и русскоязычные режиссеры потихонечку двигают русский хип-хоп на запад. 22-летний режиссер из Казахстана Айсултан Сеитов, надеюсь, что правильно его произнес, снял клип для 21 Savage и J. Cole. В такие моменты хочется гордиться нашими режиссерами, которые востребованы даже на Западе. Ранее Айсултан снимал клип с Криптониту и Тифесту на трек «Ломбада», Эл-Джею на трек «Хей, Гайз», Мияги, Эншпилю, Ремдиги на хит «I Got Love», работал с Нойз МС и Джак Алибом. А уже сегодня он делает материал для мировых звезд. Подобные сотрудничества вполне могут послужить дружеским мостом между русскими и зарубежными рэперами. Вот такая вот реклама нашему соотечественнику. А почему бы и нет, на наш взгляд, вполне заслуженно. Рома Жиган дал очередное интервью, где сообщил, что рано или поздно найдет за Майя. Рано или поздно я его в любом случае настигну. Они как очком почувствовали, что нужно отменять гастрольный тур. Встреча готовилась в Воронеже и встреча готовилась в Тюмени. К слову, и про шока не забыл. Я хочу поехать в Германию и ему об этом сказать. Я хочу за месяц взять билет, сфоткать этот билет и пригласить его на встречу. И самое интересное из интервью это то, что у Жигана выйдет совместная работа со Снопдогом. Ко мне приезжал на днях на студию Оксимирон и послушал трек со Снупом и говорит, почему это до сих пор не выходит. Этому треку уже три года. Кому в это сложно поверить, то у Снупа есть уже трек с русским рэпером. Это Тимати. Непонятно одно, зачем было ждать целых три года. В любом случае ждем, ведь очень интересно, что из этого получилось. Исполнитель Temptation, что и западная Украина, города Черновцы, откуда, кстати, родом уже заявивший о себе T-Fest, выпускает EP «Рокеры умирают молодыми». В нем артист смело экспериментирует со звуком, создавая свой оригинальный стиль. Будучи малоизвестным, один из его треков на Саундклауде собрал 27 тысяч прослушиваний. Неплохой результат для начинающего исполнителя. Полный EP можно будет прослушать по ссылке в описании. А вот, собственно, и тот самый трек. А сейчас настало время мини-дайджеста. С вами Антон Акулич и подборка самых шумных новостей за прошедшую неделю в категории «Русский рэп». Давненько не было новостей от объединения «Шаосплиф», которые так нравились нашим подписчикам. И вот, наконец, Чунг в преддверии сольного альбома выпускает EP «Мало любви», а темпа — новый микстейп. Эту музыку можно охарактеризовать тремя словами — динамично, технично и атмосферно. «Мое призвание — класть вокал на бель, я в это верю до конца пути, но вот писать стало досадно ведь, ведь я все глубже погружаюсь в дым». «Ради кого эти песни, Чунг? Если ведешь себя так же, как эти бездари в думах, даешь им как бы свободу, но нет же Чунг. Ты, как и все остальные, всего лишь бренд и продукт. Этим живет индустрия, такой же бизнес наебом». Рэпер обладает, выпускает уже второй клип, и на этот раз на трек с его последнего релиза «Айскрим». Экранизацию получила композиция «Вэйн», записанная с участником Booking Machine «Джимбо». Исполнители в лучших традициях не отошли от своих образов и вместе смогли сделать мрачный атмосферный клип. Тима Белорусских косвенно связан с рэпом, однако советуем ознакомиться с его новым релизом. «Ты не просила меня, я больше не напишу, я заблокирован, я только пью и пью, больше нет смысла, мам, места не нахожу, нужно искать ее». Ультовый рэпер Стим выпускает новый трек с его грядущего альбома. Старый добрый стиль обязательно зайдет слушателям, которые уже давно наблюдают за Никитой. От жесткого рэпа иногда хочется отдохнуть и погрузиться в спокойную атмосферу. С этим вам может помочь новый альбом «Матранга», состоящий из девяти сольных композиций. К слову, без клипа от подписанта лейбла «Газгольдер» не обошлось. «Тихо уплывает катер, за ним останется слез. Капать потихоньку начал, что называется, снег. Снег». «Дип Эксенс» радует своих слушателей треком, где под очень энергичный бит зачитал веселый старителлинг. Артем Лоик после долгого затишья презентует сольный альбом, который пропитан все той же атмосферой и посылом, однако с новым звучанием. Как и раньше, он старается поднимать острые социальные темы, читая о том, что происходит вокруг. Ну и, конечно же, о себе. Бежать, пока не упаду. Единственное, что осталось в небо, там аду. Или райском уголке, бежать, пока не упаду. Через лес, через усталость, через больше не могу. Нету жара в угольке, бежать, пока не упаду. Рэм Дига снова выплескивает агрессию в своем творчестве. На этот раз он решил поэкспериментировать и посвятил новую песню бойцу Мэнни Пакьяо. Мой рэп рожден среди особенных господ. Это где мент сам вор, где мент проторч, где без сам по. Процесс донки, себе смертный. Внутри следит валет, жест. Наел щенки, обед плотный. Платина и Федука вышла совместная работа под названием Ламба. Про сам автомобиль там не так уж и много. Данный эксперимент придется подушить тем, кто любит спокойную музыку по кайфу. Угон Флада и Кит Соло в августе вышел совместный трек. И Киди сообщил о том, что вскоре можно ждать клип на эту песню. Клип вышел, но вот Флада там нет. И работа сразу чувствуется неполноценной. 22 февраля у Твета из Booking Machine выходит альбом High Tech 2. Ну а пока довольствуемся синглом под названием Низкая жизнь. Финалист 140 BPM Cup после своих экспериментальных релизов, где пытался сделать мелодичное звучание, почему-то решил вернуться к тому, с чего начинал. Поэтому предлагаем вспомнить старый стиль вайпхантера в его новом треке «Fuck the Cop». Рэпер Царь в преддверии выхода нового альбома публикует время от времени синглы, дающие нам понять, что релиз будет агрессивным и построен на хейте новой школы. И на этом у нас сегодня все. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Ставьте свои лайки, комментируйте и подписывайтесь на канал, если не подписаны. С вами был Семен и Антон. До новых встреч и пока-пока.